ДАРЫ МОРЕ Квартира Марти, 22 сентября 51 года Мой дом сгорел, вместе со всеми сбережениями. Были даже какие-то проблемы с полицией, но Эдди все утряс. Страховки на дом у меня не было, так что пришлось пока жить в этой дыре, пока не встану на ноги. Но мне хоть удалось спасти Лео. Он исчез без следа. Вряд ли даже Фрэнк Винчи знал, где он теперь. И хотя Генри не смог выполнить заказ, Эдди все равно взял его к нам, когда узнал, что Лео скрылся из города. У нас Джо появился новый на парке. Ну, хоть что-то ты полезное сделал. Воду не забудь закрыть. Вито. Привет, Вито. Это Генри. Эй. Я тут затеваю кое-что по-крупному. Ты тоже мог бы поучаствовать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн Парк. Поболтаем. И ствол возьми. Ладно. Ну, до встречи. Что-то мне это не очень нравится. Ну, ладно. Ладно. Я хочу, чтобы тут нафиг затапивалась квартира, поэтому я не буду закрывать кран. Так, ладно. Давайте наденем свою привычную кожанку. Не будем помахиваться там. Да. И в нашем новом месте поедем сейчас в парк. Встречаться с Генри. Бабла-то у нас нету, надо заметить. Блин, все машины раздолбаны. Ладно, возьмем туда эту. Да, к сожалению, она сама по себе уже тоже, да, даунтики запачкана. Но проблема в том, что остальные машины у нас раздолбаны в пух и прах просто. Так, ладно. Нам сейчас надо добраться до Генри и встретить его в парке. Я уже точно не помню, сейчас ли над ним сделают возмездие или в следующей серии. Сейчас, сейчас заодно посмотрим. Ну, тем более, сейчас уже 12 серия, то есть 15 серия будет заключительной. Остается еще 3 миссии. Так что до конца уже не так уж и долго, на самом деле. Ну, опять, даже по количеству миссий получается, что вторая мафия на целых 5 миссий короче первой. То есть, как вы помните, в первой мафии было 20 миссий, здесь только 15. Ну, как я уже говорил, тут был вырезанный контент, много вырезанного контента. Не без этого, что говорится. Так, тем более, мы уже почти подъезжаем к месту, где нас должен ждать Генри. Посмотрим, что мы сейчас увидим. Я даже сейчас, это, такой, козырно подъеду к нему, прям. Хрен с ним. А вот и он. Хай! Как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай. Я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клименте, конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. Ладно, интересно. А мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит 2,5 штуки баксов. Еще тысяча за доставку сюда. И? И мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам. 7,5 тысяч прибыли за килом. Да, но как же Фалькона? Он не узнает. А если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага, ну если Карла единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о Тонгах? Китайозы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китайозы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром, и тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники? Да. Для начала нам дадут 10 кило. За сколько? 35 тысяч. А за сколько она уйдет? За 110. Класс! Так, ну и главное, откуда мы возьмем 35 штук? Есть один расставщик, еврей из Палисада. Он даст нам 35, если вернем 45. Получим прибыль по 20 штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за 20 штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя. Об этом думать не надо. У меня все так просто, идиоты. Я в деле. Вито, не будь дураком. 20 штук за один день. Когда? Сейчас. Если мы не согласимся, тонги найдут кого-то еще. Давай, Вито. Все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Идиоты. Вито, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. Бруно, это тот еврейский ашкарик, по-моему, насколько я помню. Идиоты. Вы еще поплатитесь за это. Обязательно поплатитесь. Ох, блин, у нас купе. Твою же дивизию. Хорошо, что я спорткар не взял, а то бы сейчас исчез бы. Ладно, где тут... Где тут какие-нибудь четырехместные добротные машины, автомобили? Вот я вижу одну. Давайте сейчас займемся взломом. Так, тоже купаем. Классическая машина. Потамак. Так, сейчас подождем, пока легавые уедут. Отлично. Ну и все, взламываем по классической системе. То есть, три уровня взлома. И все, машина наша. Отлично, садимся, ребят. Подвезу с ветерком. Кто этот тип, к которому мы идем, Генри? Его зовут Бруно. Он едва ли не один в городе, кто может одолжить столько. Если он нам не даст, тогда что? Тогда сделка отменяется. Но не бойся, я его знаю. Даст он. И больше таких бабок нам взять неоткуда. Есть еще трое. Но если ты готов просить 35 штук у Карла или Фрэнка Винчи, вперед из песни. Нет уж, спасибо. А кто третий? Он уже не при делах. Кто-то взорвал здание, где были все его парни. А потом расстрелял его в упор из автомата. А, этот? Слушай, мы же договорились, не будем об этом. Так что, Генри, этот тип купается в деньгах? Я думаю, он получает бабло от боссов из других городов, что заседают в комиссии. Да? Нифига себе. Ну да, вот почему его не убрать. И, кстати, надо обставить все по-тихому. А ему можно доверять? Конечно. Все серьезные люди постоянно у него занимают. Если мы расплатимся вовремя, проблем не будет. Да ну проезжай ты, дебил, блин. Да, клименты-то убрали. Получишь третий. Все, нету вот теперь больше. Да, а что, блин, сейчас ребята тут только что вляпаются? На самом деле. Все, тормози. Все, торможу, торможу. Так, куда это нам? Нам, наверное, сейчас надо вот сюда, да? В этот квартал. Так, да, где-то с заднего хода. Отлично. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Гедри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Не ошибся я, Бруно. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. А, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Кошерно. Кошерно. Прости, Бруно. Секрет фирмы. Тогда 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги. А тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент. А скорее, моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Айзек, подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри. Но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. И возгорится огнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что, даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что, без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово. И верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Такой классический евраиль. Кошарно. Так, ну что, теперь нам надо на склад ехать. Дары моря. Чую бы на вас сейчас надуют нафиг. Бриоты. Имеет дело с наркотиками, это лишние проблемы на свою голову. Давай уже, садись. Так, тихо. Я же говорил, он даст нам бабки, так? Откуда ты так хорошо знаешь Библию, Генри? Ты что, читал? Я по воскресеньям хожу в церковь. Вот и спросил у священника. Ты ходишь в церковь? Я отлично понимаю, почему ты не ходишь. Много слов, нет шлюх и плохо кормят. Да уж, точно подмечено. О, я там с сорок пятого не был. Что? Тебя матушка исповедоваться погнала? Ага, когда застала меня за тем, как я на девку засмотрелся. Упакуй, Господи, ее душу. А ты, Джон, когда был в церкви? На Пасху. Ну, неплохо так. Сорок первого. Беру свои слова обратно. Ад по тебе плачет. Что, только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Знаете, я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно. Небось, тот же тип. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Краба, так? Который сортир чистит у Карла в заведении? У которого всего два пальца на обе руки. Знаешь, почему он такой? Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Сауспорта. Дошло? О, да, понимаю. Ха-ха, да ты не волнуйся, Краб-дебил. С нами такого не случится. Все так говорят, все так говорят. Краб-дебил, с нами все будет нормально. Самое успокоение, все в том духе. Потом начинают плакаться. Так, нам скорее всего, да, вот туда сейчас. Долго, конечно, объезжать, но все равно. Такс. Давай, если дары моря, ребят. Почти на месте. Заезжай во двор через ворота. Угу. То к теплому приему я бы... Не надеялся бы. Угу, все. Так, парни, за мной. Говорить буду я. Давай. Хэй, у нас дело к твоему боссу. Следуйте за мной, джентльмены. Мистер Вон ждет вас. Да, никогда мне не нравились эти узкоглазики. Нельзя им доверять. Они доверяют только самим себе, да, своим сородичам. На белых у них всегда была обида. Я даже вот вспоминаю, опять же, как более старшие рассказывали про вьетнамцев, которые только что приехали в Советский Союз. Как там они там торговали джинсами, то есть... Им было на всех пофиг, самое главное, они держались сами за себя и все. А там и наших дурили, и других. Нет, и вы, Вера. Добрый день, Генри. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. Вас чемодан достаточно набит? Посмотри сам. Одиннадцать фунтов двадцаток, сэр. Тридцать пять тысяч долларов. Отлично, унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот вас товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм это чуть больше двух фунтов. Какой будешь проверять? Окей, порядок. Я рад. Следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Вот о чем я говорил. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на мази. Ребята, не спешите. Это еще не конец. Вот я уже вижу мертвого узкоглазика. Добрый день, господа. А, черт, подстало. Сдается мне у вас кое-что есть для нас. Бросьте сумки. Хм. Какие туфли. Стойте, эти ребята не копы. Убей, уродов. Стреляй, Венос. Виктор, прикрой нас. Я захожу. Умри, ублюдок. Да, недаром он так обратил внимание на... Умор, еще лежу. Держись. Обувь. Есть. Отлично. Но и все еще катика. Живее. Вот, черт, как не пройти. Бежим. Так, с нашу, с твоим. Давай, 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 иду, иду. Витя, беги оттуда. Витя, прикрой нас. Да, тут уже первый такой фейл, короче, такой. Причем офигенский фейл. За стороны наши шайки. Витя, черт, не приди. Что-то все рушится, блин, взрывается. О, блин. Пускай глазик херов. Ни хрена себя не отжигают. Ладно, Витя, поехали. Давай, придумай, что-то быстрее. Ну, кстати, вот этот пулемет, он, конечно, как, он не такой скорострельный, как тот же Томпсон, но он очень точный. Кучный, точный. Так, иди остальные. Лови, ты, пошел, пошел, скотина. Не хочет пузыкать, стучка. Ладно, тогда мы старого доброго кальтера. Тех убьем. Один выстрел, один труп. Да, мы сейчас только что трупами не стали, блин. Давай, давай, давай. Восстанавливайся. Блин, ублюдок, а. Отлично. Ладно. Когда мы уже наконец-таки пройдем? Я думаю, это последние гады, которые были здесь. Так, главное, чтобы с этой стороны не прошли. Ладно, у нас еще есть в автомате. Блин, сколько места, я думаю, что... Так, все, завалили, отлично. Отлично, так. Ну, давайте возьмем Томмиген. Почти целый, да? Вот так вот. Так, ну сейчас еще падает парочка, да? Это классика жанра уже идет. Прикрой меня, Вита. Ладно, Вита, поехали. Я прикрою меня, как я. Не проблема, не проблема. Я лучше всех. Стреляешь, как я. Стреляешь, как я. Стреляешь, как я. Стреляешь, так уверен. Давай, придумай что-то, быстрей. Погоди, погоди, я думаю. Так, откуда... Ага. Давай, давай, давай. Ну давай, покажи! Так, остался у нас вдалеке какой-то хрен. Значит, я его не вижу. Давай, где ты выходи, сражайся, как мужик. Иначе я что-то не могу... А, вот он, все, вижу. Блин, а? Резкий, блин, как... Как и раз. Так, нашу машину успели взорвать. Так. Короче, что сейчас делаем? Я беру вот эту. А вторую взорву. На всякий случай, на всякий пожарный. Ну, а то, мало ли, может быть, в нее там кто-то решит сесть. Так, сейчас, где у меня тут бак? Ага. Так, ребят, уйдите подальше, пожалуйста. Сейчас будет эпичный взрыв. Отлично. Хотя, вроде там по пути к нам сами они заедут, ублюдки. Там, по-моему, насколько я помню, нас все равно будут преследовать. Ну, уже вляпались, ребят, уже. Вот о чем я и говорил. Они гонятся за нами. Черт, оторви. В порядке? Эх, да, сейчас... Сейчас будут очень терпи. Поехали, поехали! 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 Не надо, пожалуйста. Эх, я вон! Да, жаль! Причем, причем против нас это еще и менты. Ах, твою мы дивизию. Так, самое главное, не подставляться в лобову. Я лужу всех! Так, ну я смотрю, напор уже не такой большой. В принципе, уехали почти. Там остался еще один автомобиль. Этик-якутс долбанных, блин. У меня почему-то вспомнились якунцы из GTA 3. Да, блин, ты что ж ты будешь делать-то, блин, а? Что за институт меня? Так, теперь нам осталось отделаться от ментов. И тут уже возникают определенные проблемы, определенные трампы. У нас уже стреляют. Но вроде как бы миссии там оторваться от копов нету, да? То есть можно попробовать, по крайней мере, подъехать вот к Эвергрин-стрит, к складу, да? И тогда, может быть, все у нас будет нормально. Так, ну вроде, вроде отъехали. Нет понятия. Наверное, кто-то узнал о сделке. Копы точно были ряжены. Может, китаезы решили нас надуть? Сомневаюсь. Слушай, я разберусь, но сперва надо сбыть товар. Витал, гони к старому складу на Хантерс. Надеюсь, в этот раз все пройдет лучше. Не сомневайся. Хуже уже некуда, правда? Кому мы толкаем товар? Разным ребятам. Эй-эй-эй, в каком это смысле разным ребятам? Разным ребятам? Ты что, оглох, что ли, от всей этой пальбы? Я что-то слышал про просто перевалим товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть, то бабла-то больше. Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парке трясся, ты бы вообще не пошел. Да, именно. Слушай, так как есть. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30 лет жизни на Эдди Скарла, пока тебя не уберут или за решетку не загремишь. Ты в жизни такого бабла не увидишь, если будешь сидеть на заднице. Когда я плохое советую? Ну, с талончиками, и когда нас чуть не угрохали, пока мы мочили того жердяя на Сент-Айленде. Ладно, ладно, хватит. Завтра это уже будет фигура. Поехали в Хантерс. И не волнуйся, сегодня мы видим эту шваль первый и последний раз в жизни. Разве что плотно этим займемся. О, слушай, давай разберемся с первой партией, а потом будем планы строить, ладно? Ну да я просто сказал. Вито прав. Давайте просто доживем до вечера. А потом все будет в ажуре. Да, знаете, сейчас Генри сказал очень-таки две фразы. То, что это первая и последняя партия Герча в их жизни, да? И то, что надо дожить до следующего дня. Прямо... Прямо как в воду глядело. Вот Генри-то на самом деле... Ему это навряд ли удастся. А насчет партии Герайна это дурак. Ах, ниггерам. Привет, парни, как дела? Эээ, заходи. Ах, чёрт. Хорошая дурь. Мы это сделали. Мы сорвали банк. Эй-эй, не гони волну, ещё не всё. Что такое мрачный, Генри? С каких пор деньги тебя не радуют? Вот, расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Ладно, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok